Коллеги, добрый день. Тема моего доклада уже озвучена, поэтому я с вашего разрешения без предисловий. Целью моего выступления является характеристика миссионерской деятельности как Российской Господствовской Церкви, так и европейцев-христиан на юге России и сопредельных территорий. Если говорить об этой деятельности в целом, то она отличалась организованностью, была долговременной. И в определенный период в фокусе внимания миссионеров, как российских, так и европейских, оказались калмынки. Миссионерская активность известным образом отразилась на судьбах калмынского народа, посему она сегодня и является предметом изучения. Если говорить об источниках, по которым можно изучать этот вопрос, то здесь необходимо назвать документы двух архивов. Это документы архива внешней политики Российской империи и документы Российского государственного исторического архива. В первом случае речь идет о документах, в основном освещающих деятельности европейских миссионеров, как католиков, так и протестантов. Во втором же случае в основном дело касается уже проектов миссионерских, которые выдвигались представителями теми или иными греко-российской церкви, то есть господствовавшей церкви. В основном это переписка светских органов, но также в эту переписку включался Святейший Синод и местные епархии, прежде всего Астраханская, по вопросам положения религии на юге России. Вся миссионерская деятельность во всех ее проявлениях и движущих силах в данном случае в поле исследования вместиться не может, поэтому необходимо ввести некоторые ограничения. Первое из них. Речь пойдет о крупных миссионерских проектах, имевших некую сверхзадачу и так или иначе охватывавших юг России или даже всю Россию, всю территорию Российской империи, изучаемую временем целиком. Хочу сразу сказать, что таких проектов было не так много. Они охватывали только определенный период с начала XVIII века и примерно до середины 40-х годов века XIX. И, собственно, в данном случае этот период и является основным для нашей беседы. И есть второе ограничение. Миссионерство уже изучалось, особенно применительно к русской православной церкви. Здесь затрагивалась и деятельность епархиальных миссионеров, и деятельность православных братств Юга России и Нижнего Поволжья во второй половине, особенно в последней трети XIX века. И можно сослаться на труды как и дореволюционных авторов, так и послереволюционных, в том числе и современных. Речь идет в данном случае прежде всего о трудах Кены Владимировны Орловой или Доржеевой Галины Шаратовны. Поэтому следует ограничиться, это, наверное, будет более продуктивно, менее изученным периодом и менее известным материалом. Ну, в данном случае речь идет о зарубежном миссионерстве на южных окраинах Российской империи. Поскольку оно не следовалось фрагментарно, затрагивая Кавказ, за Кавказье отчасти Крым, причем в основном в те периоды, когда эти регионы еще не были частью Российской империи. Если говорить конкретно о теме, то что здесь можно сказать? Первенство в освоении южных окраин российского государства в XVIII веке принадлежало католическим миссионерам. И прежде всего здесь выступали представители орденов Капуцинов и Франциска. Причем пионерами были те орденские структуры, которые пользовались поддержкой Габсбургов и могли утвердиться в российских пределах благодаря сближению российской и австрийской монархии, наметившемуся в период Северной войны и позже. Именно в эти годы, как показали результаты более поздних 30-40-х годов проверок, которые проводились русскими властями и были нацелены на деятельность католических общин в российских пределах, именно в эти годы католики, представители названных орденов Капуцинов и францисканцев, проникают на юг, именно в эти годы в некоторых наиболее крупных городах России, служивших важными торговыми центрами и население которых включало экономически активные общины и меньшинства, именно в этих городах возникают относительно крупные и относительно активные католические общины, что отражено в документах коллегии иностранных дел. Если говорить о миссионерах, привлекавших местное население, то они нацеливались в основном на Кавказ, но к середине 18 века в фокус их внимания вошли также и калмыцкие стихи. До середины 18 века случаи присутствия калмыков в католических общинах также отмечены, но это единичные случаи, я знаю всего три таких, и в данном случае говорить о массовом явлении, конечно, нельзя. Однако католики свое слово сказали несколько позже, а вот в 20-е и 40-е годы на первый план выдвигаются по своей известности, в том числе и в пределах Российской империи, хотя известности и специфической, миссионерские проекты Гернгутер. Эти проекты начинают формироваться уже в годы Северной войны, опять-таки, и предусматривают широкие начинания, широкие миссионерские планы в отношении всего пространства Российской империи. Гернгутеры были вдохновлены итогами Северной войны, они предполагали, и не без оснований, что Россия стала ближе к Европе, и теперь есть миссионерские возможности для того, чтобы проводить работу в отношении Айратов в целом на территории Российской империи. Причем их готовность, во всяком случае, их моральная мотивированность была очень высокой, о чем говорят результаты следствия по секте Гернгутеров в Российской империи, датированные 1743-44 годами. Там зафиксированы показания миссионеров, которые пребывали в Петербург или в Рейвель. Они были вдохновлены присутствовавшим тогда в России лидером движения Гернгутеров, Рейвельсграфом Николаусом Людвигом и бесхитростно вполне в своих показаниях говорят, что вот мы приехали в Россию с миссионерскими целями и готовы ехать на юг к Алмыкам или даже ехать на китайскую границу к Монголам для того, чтобы вести проповедь евангельского учреждения. До определенного времени подобные проекты были, собственно, только проектами, потому что именно 1944 год был концом промежуточным, но, тем не менее, концом деятельности Гернгутеров в России, потому что именно в 1744 году после разбирательства, о котором я сказал, после следствия об общении Гернгутеров, деятельность данного учения была на территории России остановлена, потому что движение Гернгутеров в России попало под запрет, а наиболее активные адепты были либо высланы, либо подвергнуты преследу. Но, собственно говоря, это был не конец, это был только временный перерыв. Между тем, католики оставались на своих местах, и они продолжали действовать. И вот как раз в конце 50-х, в начале 60-х годов результат их деятельности опять-таки попал в поле зрения российских органов власти благодаря тому, что епископ Астраханский, епископ греко-российской церкви Мефодий подал соответствующий доклад в Святейший Синод о том, что деятельность капуцинов в Астрахани, капуцинских миссионеров, нежелательна для интересов господствующего исповедания, для интересов православия. Они, писал он, то есть капуцины, слишком активны, они действуют навязчиво, они постоянно добиваются разрешения на миссионерские поездки в Калмитские степи, и более того, они смогли заинтересовать собою даже хана Дандукдаши, потому что в одном из обеих калмитские степи для того, чтобы лечить и калмитские степи, и чтобы там они вошли в круг разбирательства, и, соответственно, российские власти, по прощению епископа Мефодия, на местах астраханские власти тогда не выдали разрешения миссионерам на поездку к хану Дандукдаши. Это мотивировалось тем, что миссионеры не слишком-то не слишком следующее в медицине, не слишком следующее в медической теории, и лучше их не пускать к хану. Но фактически это речь шла о том, чтобы создать препятствие для дальнейшей миссионерской деятельности, во всяком случае, не допустить той свободы, которую епископа Мефодия тревожила, той свободы деятельности миссионеров, которую епископа Мефодия тревожила. Надо сказать, что к хану непосредственно к хану Дандукдаши миссионеры так и не попали, и вот этот случай, когда европеец мог бы стать ханским врачом, не состоялся, но в целом деятельность миссионеров у калмыков продолжалась, правда, на периферии калмыцких хачей. Здесь немалую помощь им оказывала австрийская дипломатия, в частности, посол австрийской монархии в России граф Микла Шестергази, и, соответственно, опираясь на такую дипломатическую поддержку, те или иные попытки миссионерской деятельности католики капуцины продолжали. А при Екатерине второй возобновилась деятельность гернутера, потому что им доступ в Россию был вновь разрешен, их учение было легализовано, ну и, соответственно, они свои планы также возобновили, и в данном случае мы можем вести уже о хорошо изученном примере деятельности колонии Саретта и миссионерских планах, которые исходили уже оттуда. Это все, так сказать, европейцы. А что касается греко-российской церкви, господствовавшей православной церкви, то ее проекты в отношении юга датируются довольно поздним временем, уже 1780-ми годами. Именно в это время начинается формирование первых миссионерских проектов, которые греко-российская церковь была готова предложить. Почему именно в это время? Потому что здесь большую роль сыграло присоединение Крыма, и вот вдохновленные этим фактом миссионеры начинают действовать. До этого времени миссионерская деятельность системно не развивалась на юге России, но при этом нельзя сказать, что процесс проникновения православия в калмыцкую среду не шел, потому что и в отношении донских, и в отношении ханских калмыков проповедь христианства так или иначе шла, она их затрагивала, но все насводилось к тому, что крещеные калмыки, те калмыки, которые принимали православие по своим причинам, пополняли либо регулярный войсковой контингент в Ставрополе на Волге, либо опять-таки казачий контингент ближайших к нему казачьих войск Уральского и Оренбургского. И вот в течение примерно сорока лет этот процесс шел. Ну, в 80-е годы, как я уже сказал, начинается новая тенденция, начинают формироваться более или менее системные замыслы в отношении в том числе и калмыков и в отношении в целом юга России, связанные с миссионерством. По объективным причинам, в 80-е годы вектор хозяйственного освоения сменяется к югу, население растет, возникают новые епархии, соответственно, заинтересованность в расширении миссионерской деятельности тоже растет, отсюда и интерес к калмыкам становится больше в миссионерском плане, причем он был обусловлен давним и тесным соседством калмыков и русских, особенно на дону. В 10-е и 20-е годы уже 19-го века подготовка миссионерских начинаний в ход в решающую фазу. Во всяком случае, по документам такая подготовка прослеживается, есть переписка синода, есть переписка архиереев с синодами, которые высказываются на эту тему. Здесь факторами, которые способствовали формированию этих замыслов, выступают борьба с старообрядчеством и язычеством в Поволжье. Ну, прежде всего, она. Она требовала отцеп расширения миссионерских замыслов и миссионерской деятельности в целом. Если при Екатерине Второй и раньше миссионерство не очень-то поощрялось, а государство практически не выделяло средств на его поддержку, теперь ситуация начинает несколько меняться. Это первый фактор. Ну, второй фактор, он носит несколько иной характер. В дискурс русского общественного сознания входят сведения о пекинской миссии. И, соответственно, они также порождают идею о том, что миссионерское начинание в отношении айратов, оно возможно и может быть, если уж и не очень успешным, то, по крайней мере, долговременным и свою жатву тоже принесли. Ну, и третьим фактором общественного порядка была известная конкуренция, может быть, сказать точнее, ревность к возможным успехам библейского общества, которое тогда также действовало в России. И, соответственно, вот под воздействием всех этих факторов возникает крупный масштабный проект, который был поддержан сначала синодом и который в 1832 году начинает продвигать тогдашний епископ саратовский, епископ Иаков Вечерков. Он был назначен на саратовскую кафедру и вопросами миссионерского дела озаботился с самого начала, потому что саратовская епархия в конфессиональном отношении была очень сложной, с массой старообрядческого и сектантского населения, ну и по соседству с Нижним Положьем вопросы миссионерства преосвященного тоже заинтересовали. А поскольку вся его деятельность прошла на юге России, то представление о масштабах в целом миссионерства он имел, ну и представление о тех трудностях, с которыми могла бы столкнуться миссия у калмыков, он имел труд. Его проект был по замыслу чрезвычайно широким, требовал больших усилий миссионерских и подготовки кадров. Собственно, с этого он и начинал, с того, что необходимо готовить квалифицированных миссионеров, владеющих калмыцким языком. Порядок его деятельности, деятельности проекта, который предусматривал епископ, заключался в том, чтобы начать с донских калмыков и активную миссию проводить в отношении их, а потом установить систему стационарных пунктов на периферии миссионерских пунктов на периферии калмыцких степей и начать действовать уже там. Проект, повторяю, был очень продуманный, масштабный, но вот эта масштабность, собственно, его и погубила. Во-первых, потому что не хватало сил для того, чтобы начать сразу так, как хотел епископ. Хотя отношение Синода, повторю, к этому проекту было благожелательно. Но, как только с этим проектом ознакомились представители светских властей, то отношение Синода сразу же изменилось, потому что реакция светских властей была совершенно и категорически негативной. Никаких вероисповедных экспериментов с неизвестными последствиями начальство, особенно военно-гражданские власти на Дону не желали. Тем более в отношении столь проверенного контингента, каким были донские калмыки, проверенного в военном отношении, отличающиеся высокими боевыми качествами. И здесь риск их потерять или как-то обозлить, он, конечно, перевешивал все возможные и гипотетические выгоды от широкого миссионера. Проект этот, соответственно, был остановлен. Был еще один проект, уже коллективный, 1835 года, выдвинутый несколькими иерархиями, но о нем известно мало, лишь только то, что он существовал и то, что он также предусматривал миссионерские начинания в отношении калмыки. С конца 40-х годов уже эти проекты, они были для Синода актуальными, но рассматриваются все меньше и меньше и доли в переписке Синода времени им уделяется тоже все меньше и меньше. Причин несколько. Ну, во-первых, в активную фазу вступает Кавказская война. Во-вторых, близкое соседство и значительная периферия казахские степи, соседство с мусульманами, соответственно, растет значение мусульманского вопроса в политике России в целом и это становится более приоритетной задачей. Вот на это направление привлечены усилия и полемистов и миссионеров. Ну, еще один фактор это недостаток культурных сил, то, о чем и сам епископ Аков в свое время писал, потому что подготовленных миссионеров нет, миссионеров, знающих языки также не очень много, ну и, соответственно, в это все и упиралось. И таким образом, таким образом, масштабные проекты, они вот своего развития не получили. Подводя итоги наличию всех этих проектов, что можно сказать? Можно сказать одно, авторами этих проектов выступали иерархические структуры. Движущими силами этих проектов могли бы быть те, кто был вдохновлен определенной доктриной и воплощал и выступил бы на местах приверженцами этой доктрины. Ну, в частности, мы можем говорить об устремлениях орденов католических на восток, которые получали известное обоснование в их идейных представлениях. Мы можем говорить о мессианских идеях Гернгутера. Наконец, проекты Русской Православной Церкви, в частности, вот эти епископальные проекты, о которых я говорил, они тоже возникали не на пустом месте. Потому что, ну, сами по себе проекты, об их осуществленности можно, конечно, говорить, а вот то, что, безусловно, они были продиктованы вот этой вот внутренней интенцией православия самодержавии народности, которая в 30-е и 40-е годы становится основой официоза, это, безусловно, так. И то, что вот эти подспудные течения формировались, они способствовали выдвижению таких вот масштабных миссионерских проектов, выдвигавшихся греко-российской православной церкви. Почему именно иерархические структуры и почему здесь была нужна сверхзадача, которая ставилась эти иерархические структуры? По понятным причинам. Сложные условия Юга, они требовали и сверхзадачи, требовали обоснования доктринального, почему нужно было вести миссионерскую работу, на юге. Ну, понятно, что они требовали и подготовленных людей. И здесь были свои возможности у католических орденов, здесь были свои возможности у гернгутеров, ну, соответственно, в духе времени пыталась выступать и греко-российская церковь, ну, с переменным мастер. У меня все, благодарю за внимание. Спасибо, Андрей. Уважаемые коллеги, опять воспользуюсь своим правом первым задать вопрос. Андрей Сергеевич, у меня такой вопрос. Вам доводилось работать с архивами гернгутеров в Германии? Нет, к сожалению. Ну, вообще, вы слышали о таком? Планируете? Да, слышали. Меня даже приглацали туда на работу. Спасибо, Андрей Сергеевич. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы к Андрею Сергеевичу?